Всем привет! Я Станислав Абашкевич, руководитель Белорусского расследовательского центра. И сегодня я расскажу вам о том, как и кому позволяют грабить государство на закупках в рамках борьбы с коронавирусом. Наша команда изучила план закупок до конца прошлого года и проверила их на соответствие рыночным ценам. Оказалось, что большинство из них адекватны, но некоторым игрокам, очевидно, позволили сделать из этих закупок кормушку. Итак, начинаем от маленьких игроков и затем дойдем до больших. В октябре государственный распределитель лекарств Биоформация должен был закупить крупную партию теопентала натрия, которая используется при искусственной вентиляции легких. Сумма закупки – полмиллиона белорусских рублей. Мы посмотрели на стоимость доз и оказалось, что в России они стоят почти вдвое дешевле. То есть, получается, на одной только этой закупке белорусское государство переплатило 185 тысяч белорусских рублей. А получила эту сверхприбыль такая фирма «Витфарммаркет». Мажоритарный владелец – Леонид Томчин, фигурант дела медиков. А по сложному списке его жены Анжелы – должность головврача в Витебском онкологическом диспансере и депутатство в Витебском областном совете. Получается, вот такая небольшая кормушка, завышение в два раза на пару сотен тысяч – это для связей областного уровня. А вот уже рыба покрупнее. Из базы закупок следует, что частная компания «Витфарм» поставила государству такой препарат «Миттипрет». Он используется при коронавирусе от воспаления. Государство заплатило по 30 рублей за упаковку. А в России финский производитель зарегистрировал это же самое лекарство в 5 раз дешевле. Неполных 6 белорусских рублей за упаковку. «Витфарм», так же как и наш предыдущий фигурант, принадлежит бизнесмену из Витебска, только другому – Алексею Сычеву. Но у Сычева уже связи не областного, а национального масштаба. Изучая активы Алексея Сычева, мы прошерстили базу под сделок с недвижимостью за несколько лет и нашли, что в 2018 году младший сын Сычева стал владельцем квартиры, которая до этого принадлежала тогдашнему вице-премьеру Василию Жарко. Квартира находится в престижном ЖК на Немиге. Перед тем, как стать вице-премьером, Василий Жарко 10 лет возглавлял Минздрав. И ходили упорные слухи, многие инсайдеры нам говорили, что он и потом влиял на все назначения в этом ведомстве. А его долголетие на этой должности, влияние и то, что он вообще не попал никак под дело медиков, многие приписывали тому, что его раньше СМИ называли протеже Людмилы Постоялко. Она была министром здравоохранения перед Жарко. И еще СМИ ее называли бабушкой младшего сына Александра Лукашенко Николая. Итак, получается, что бизнесмен Алексей Сычев заплатил недавнему министру здравоохранения, который пошел на повышение, несколько десятков, а то и сотен тысяч долларов за дорогую квартиру на Немиге. А Минздрав, в свою очередь, скажем, забегая наперед, начинает осыпать всего миллионами долларов сверхприбыли за счет бюджетной переплаты. Схема работает следующим образом. Фирма Сычева на Тивита зарегистрировала фейковое производство противораковых препаратов и получила монополию на поставку этих препаратов на бюджет, потому что Минздрав просто не регистрировал никаких других генериков, потому что зачем? У нас же есть собственное отечественное производство. Я делаю так, когда говорю отечественное производство, потому что на самом деле никакого отечественного производства не было. Все это закупалось в готовом виде из России. А на Тивита просто клеила на это белорусскую лейбу. Хотя стоп, она даже не клеила лейбу. Это все переупаковывалось в государственной конторе Академфарма. В 2018 году Белфармация закупает у на Тивиты 10 тысяч упаковок противоракового препарата Тростозумаб по цене 860 долларов за штуку. А в России это же самое лекарство того же самого российского производителя, у которого закупала на Тивита, стоит в аптеках чуть более чем по 100 долларов за штуку. То есть в 7 раз дешевле. Или еще один пример. В 2017 году государство закупает у на Тивиты такой препарат ленолидомид от рака крови. В российских аптеках он стоит от 200 долларов. Но государство закупает его у на Тивиты по 2,5 тысячи долларов за штуку. То есть более чем в 10 раз дороже. А лекарство это что в Беларуси, что в России индийское. Мы потом обратились за комментом в на Тивиту, они сказали, что вот вы сравниваете с российскими аптеками, а там это вообще могла оказаться цена за контрафактное лекарство, или может быть оно было просроченное, но ничего подобное. У нас очень строгая процедура фактчека, и мы сравнивали от 3 до 5 аптек, причем каждую аптеку звонили и спрашивали, есть ли у них в наличии именно это лекарство, именно по этой цене. Это завершение становилось мягчимыми, как правило, благодаря отсутности конкуренции. Беларусские чиновники просто тормозили регистрацию других препаратов того же класса, вероятно мотивирующих это тем, что в Беларуси уже есть властная вытворчесть этого леку. Хотя на самом деле и не было. Тивитовские леки так само были импортные. В этом году весной, когда передолевшие бюрократические барьеры на беларусском рынке появился зарегистрованный аналогичный лек импортованный от Ростозумаба, отбылся первый тендер с реальной конкуренцией. Выник только на Ростозумабе держава заэкономила 5 миллионов долларов, подтвердивший нашу тезу об завышенности раннейших коштов. Уже селита Витвар поставил бюджету инъекции раствора железа удвоя дороже, чем аналогичная доза, каштуя у России на держзакупах. Переплата больше за 4 миллиона рублей. Летость бюджет закупил у Витвара лека драку скуру зелбарафу полтора раза дороже, чем лек, каштуя на закупах у России. Сумма переплаты больше за миллион рублей. Даже с той ограниченной информацией, которая есть в открытом доступе, мы насчитали ущерб бюджету в 15 миллионов долларов за несколько лет. После того, как мы выявили эти схемы, я дождался тогдашнего заместителя министра здравоохранения Дмитрия Пеневича у входа в Минздрав. Дмитрий Пеневич подписывал на Тивите сертификат GMP и попытался задать Пеневичу несколько вопросов. Вы в курсе, что у вас на Тивите поставляют у 7 раз дороже, некие, какие, какие, что эти. Потом его все равно поймал, и он прикинулся, что вообще ни о чем не знает, и обещал во всем разобраться и ответить нам письменно. Ответа мы так и не дождались, но он высказался на эту тему публично. О инициативе главы на Тивита, о переносе тендера по 4 позициям с декабря. Теперь пускай вернет все то, что написал Белсад. И подаст на них в суд при необходимости. А потом будет рассказывать, здесь ходить инициатива, инициатива. А нам нужно показывать другую ситуацию. Насколько стало дешевле при приходе на Тивиты, стоимостные параметры эти белые навыки. Позже мы увидели на сайте Верховного суда, что с нейтивиты действительно истребовали деньги. Правда, не ту сумму, которую насчитали мы, а вдвое меньше. В 2018 году, как мы помним, было вот это масштабное дело медиков, около сотни фигурантов, когда арестовывали разных функционеров от медицины. Но эти все вещи не затронули Жарко, не затронули Сычева, не говоря уже о Пеневича. А все эти схемы продолжаются и по сей день, в том числе, как мы видим, и сейчас на закупках в рамках борьбы с коронавирусом. Получается, что пока только на этом узком сегменте минздравовских закупок переплачиваются миллионы долларов бизнесменам, которые близки к чиновникам. А тем временем для борьбы с коронавирусом государству не хватает денег на критические вещи. Например, на томографы, которые помогают диагностировать коронавирус. В Беларуси по статистике на 100 тысяч населения приходится один с копейками томограф, а, например, в соседней Литве в два раза больше. Томографы закупают, но недостаточно, а 5% из них, по данным Минздрава, периодически не работают из-за поломок. А что вы обо всем этом думаете? Коснулась ли вас эта темная сторона белорусской медицины? Какие лекарства Беларуси трудно достать и как вы с этим справляетесь? Напишите в комментариях. Не забывайте поставить лайк, подписку, колокольчик. И до встречи в следующее воскресенье.